Здравствуйте! В эфире информационная служба телеканала «Радуга-3» в студии Надежда Щипакина. Смотрите сегодня, 21 мая, в выпуске новостей. Право на получение субсидий в районной администрации сегодня молодым семьям вручили свидетельство на приобретение жилья. И юбилей, и акция. Сергиевский музей широко и с размахом отметил два мероприятия в одну ночь. По вопросам сельского хозяйства и не только, район с рабочим визитом посетили представители комиссии общественной палаты Самарской области. Удары от Ники. Футбольный клуб «Сергиевск» уступил во втором матче первенство области. Итак, с приятных новостей началась эта рабочая неделя. Сегодня на еженедельном заседании в районной администрации состоялось торжественное вручение свидетельств на приобретение жилья. Сразу несколько молодых семей стали счастливыми обладателями права на получение субсидий. Стоит отметить, что свидетельства вручались по двум жилищным программам. Пока молодые, полные энергии и сил, в самый раз строить будущее, а без крыши над головой это будущее не представляется, признается Ирина Некрасова. Этого сертификата они с супругом ждали три года. За это время успели дочку родить и дом начали строить. Теперь, что отметит новоселье, сомнений нет. Сертификат молодая семья получила в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Я работаю в Сергиевской ЦРБ, врачом УЗИ. Мы стояли в программе около трех лет, собирали документы недолго, в течение где-то месяца. Нас поставили в очередь, после этого постояли в программе и получили деньги. На данные средства мы достроим наш дом, мы очень рады. Спасибо большое. И еще шесть семей в этот день получили на руки заветные сертификаты, но уже по другой программе. Молодая семья. Все они имеют статус многодетных. Сказать слова благодарности в адрес правительства Российской Федерации, президента, губернатора и правительства Самарской области за то, что в сложный для нашей страны период государственные программы поддержки молодых семей продолжают успешно реализовываться. Особую благодарность хотелось бы выразить органам местного самоуправления, лице главы района, которые проводят огромную работу для того, чтобы жители нашего района получали такие сертификаты. На сегодняшний день в программе устойчивого развития сельских территорий очередность составляет не более 10 семей. Для такого района, как наш, это очень маленькая цифра, отмечают специалисты жилищного отдела. Все дело в том, что преимущественное право на получение выплат есть только у работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. Далеко не все могут стать участниками. По программе «Молодая семья» ситуация противоположная. На очереди здесь стоят порядка 90 семей. Так как там условия достаточно простые для подачи документов, семьи идут, встают в очередь в программу. Естественно, так как это обеспечение жильем предполагает выделение бюджетных средств из всех уровней бюджета, то значительное количество не представляется, пока у нас возможно обеспечить всех семей. Поэтому постепенно, ежегодно, все-таки мы участвуем и представляем. Молодые семьи все стояли достаточно недолго, то есть где-то около года, может быть, с небольшим, потому что они многодетные. А в рамках этой программы многодетным семьям, как вы знаете, у нас приоритет. Еще одним приятным моментом стало награждение предприятия «Скифмед» за участие и победу в областном конкурсе по линии охраны труда. Надежда Щипакина, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3». Как закрепить молодых специалистов на селе? Данный вопрос стал ключевой темой минувшей пятницы. Чтобы понять, как этот вопрос решается на территории Сергеевского района, муниципалитет с рабочим визитом посетили представители комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам сельского хозяйства и продовольствия. В рамках встречи члены комиссии посетили Сергеевский губернский техникум. Здесь состоялась презентация образовательного учреждения, которую провел директор Александр Малышев. Он рассказал о результатах работы и упомянул о проблемах, которые имеются в настоящий момент. Стоит отметить, что Сергеевский техникум – одна из крупнейших образовательных баз в сельской местности. Молодые специалисты, получившие образование здесь, ценятся во всем регионе. Полученные знания регулярно применяются студентами на практике. Этот факт подтвердили и сами учащиеся. Они показали мастер-класс по визеринарии для членов Общественной палаты региона. Берут пробы мяса у свиней, у кабанов, у медведей и других животных. В основном берут пробы мяса из ножек яфрагмы, так как в основном они локализуются именно в этом месте. Не так давно техникум стал площадкой для проведения региональных чемпионатов WorldSkills по двум компетенциям – управления автогрейдером и эксплуатацией сельхозмашин. Переезд на данной площадке стал дальнейшей точкой членов комиссии. Здесь состоялись две презентации модулей WorldSkills Russia. Ребята, с которыми мы там общались, видно, что они хотят работать на селе. То есть набрали, подобрали людей не первых попавших, а те осознанно, которые пришли. Вот таким образом ведется полномерная работа по наполняемости учащимися, которые потом будут эффективно применены в этом районе, ну и в ближайших районах. Это здорово. Следующим объектом пристального внимания членов общественной палаты в этот день стал проект «Малоэтажная застройка микрорайона Северный в селе Сергиевск». История развития данного участка началась несколько лет назад со строительства линий электропередач. В период с 2010 по 2012 годы в рамках целевой федеральной программы «Социальное развитие села» до 2013 года здесь появились сети газа и водоснабжения. Это позволило приступить к активному строительству жилья. В 2014-2017 годах была реализована государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области» на 2014-2017 и на период до 2020 года. Сегодня 280 земельных участков освоены на 80%. Крупные такие блоки, если разделить, это многодетные семьи, в первую очередь, выполняются поручения правительства Российской Федерации, молодые семьи. Часть земельных участков, большой блок, порядка 75, зарезервирована под программу переселения граждан из ветхого аварийного жилого фонда. Остальное идет через аукционы, приобретает абсолютно все те, кто хочет и, как видимо, осваивает. Валентина Поликарпова, Антон Иванов. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3». В предстоящие дни на Средней Волге ожидается неустойчивый характер погоды. И это мы уже успели почувствовать сегодня. Все из-за влияния активных фронтальных разделов, смещающихся с юго-западных районов России. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможно, с градом и порывистым ветром. Облачно с прояснениями. Такую погоду прогнозируют синоптики до середины этой недели. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 17-22 градуса. На юге до 26. Множество мастер-классов, торжественные речи, ну и, конечно же, подарки. Минувшую пятницу Сергеевский историко-краеведческий музей вновь присоединился к всероссийской акции «Ночь в музей-2018». Надо отметить, что для учреждения это не только акция, но и юбилей. Музей отметил 25-летие со дня основания. Сразу два значимых события – юбилей и всероссийская акция в Сергеевском историко-краеведческом музее – прошли с размахом. Множество посетителей и разнообразная программа. Этим запомнился вечер минувшей пятницы. Мероприятие началось с торжественной части. Оценили достижения и дали дальнейшие напутствие с сотрудником учреждения почетные гости праздника. Вы любите свою работу, делаете ее очень качественно, с душой. Это чувствуется. Спасибо вам огромное. И мне хочется, в свое сердце, пожелать вам продолжать в этом же духе. Здоровья крепкого вам, вашим родным и близким. Ну, а вашему коллективу новых творческих успехов. В очередной раз широкой программой музей подошел к всероссийской акции. Выставки, как известных, так и новых талантов района и области. Разнообразные мастер-классы и подготовленные их специально для самых юных посетителей – Укольный театр Буратино. Без дела не сидел никто. Кто-то мастерил из глины, гончарил, ткал, другие любовались экспозициями. В любом случае вечер оказался крайне интересным для гостей любого возраста. Ну, наверное, немного некорректно будет именно оценивать мне деятельность музея. Я думаю, что за меня могут сказать те посетители, которые, скажу так, огромными, ну, долгами, наверное, это громко сказано, да, но огромными аудиториями по интересам являются постоянными посетителями различных экспозитников. Поэтому я считаю, что вот высокую оценку могут дать именно их посещение, их проявленный интерес к этому учреждению. Мы очень часто посещаем Сергеевский музей, потому что на базе Сергеевского музея действует детская студия. И моя младшая дочка, которой скоро будет только 4 года, является постоянным посетителем этой студии. Мы очень благодарны Сергеевскому музею за те мастер-классы, за те интерактивные занятия, которые они проводят для детей. То есть, когда мы с дочерью случайно проходим мимо музея, она мне говорит, мама, это наш музей. Для нее музей уже как родной дом. Она идет всегда сюда с удовольствием, и каждое посещение музея для нее праздник. Стоит отметить, что за четверть века существования музей достиг хороших результатов в работе. Сегодня здесь можно встретить не только разнообразные экспозиции. Как известно, основная цель акции «Ночь в музее» – показать ресурс, возможности и потенциал современных музеев, привлечь в музей молодежь. Но в данном учреждении эти задачи выполняются круглый год. Большое внимание коллектив уделяет мероприятиям, охватывающим интерес широкой аудитории, организует новые сотрудничества. Именно прогресс огромен. То есть, когда открывали музей в 1993 году, вот это было прекрасное собрание предметов. То есть, конечно, люди, энтузиасты, краеведы, любители поработали, то есть они собрали. Сейчас музей как раз обретает вот те черты, когда ходено профессионально. Сейчас сегодняшним коллективом проделывается большая работа, и не только по сбору экспонатов, но они пошли немножечко по другому пути. Они стали живым, интересным музеем. Хотелось бы, наверное, чтобы коллектив больше выходил за пределы своего здания, потому что нам уже не хватает этого помещения, и музей хочется вывести за пределы этого здания. Тогда, мне кажется, у этого учреждения будет еще больше посетителей. В очередной раз Сергийский историко-краеведческий музей справился с поставленной задачей. Объединив два праздника, сотрудники получили яркое, насыщенное мероприятие, не оставившее равнодушным ни одного посетителя. Вообще-то мы к юбилею уже давно начинали готовиться, и, разумеется, очень много идей. Какие идей мы запланировали, мы реализовали. Праздник прошел очень удивительно, очень прекрасно. Я хочу выразить слова благодарности за поздравления всем нашим жителям района, и не только жителям района Самарской области, что они с нами, и что они нам всегда помогают, и они всегда будут с нами. Спасибо. Валентина Поликарпова, Александр Жуков, Антон Иванов. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Экологический праздник в рамках Дней защиты от экологической опасности провели в детском саду «Петушок» поселка Сургут. Участниками мероприятия стали ребята второй младшей группы. В гости к дошколятам заглянул старичок-лесовичок. Он рассказал детям о зеленых насаждениях, растущих в наших лесах, об обитателях леса, птицах, зверях. К празднику привлекли и родителей. Воспитатели отмечают, что в ходе таких мероприятий дошкольники получают природоведческие знания, формируют навыки экологической культуры, активную жизненную позицию. Акции служат хорошей экологической пропагандой среди родительской общественности. Дети видят отношения родителей, организацию мероприятия и сами в ней участвуют. В этот же день прошло еще одно мероприятие, посвященное экологическим проблемам. Только участниками стали уже воспитанники детского сада «Сказка» поселка Суходул. Здесь дошколята помимо теоретической части еще и высадили на территории сада саженцы молодых деревьев. В субботу прошли матчи второго тура первенства области по футболу. Сергиевск выезжал в Большую Глушицу, где встречался с местной Никой. Оппонент действующий чемпион, поэтому простой прогулки для подопечных Евгения Кузнецова не ожидалось. После первого тура на счету сергиевцев значилось три очка, в то время как Ник не имела баллов, уступив в стартовом поединке на своем поле челновершинскому металлисту. Однако не было никаких сомнений. Хозяева, они вышли на игру в форме желтого цвета, приложат все усилия, дабы не допустить второго провала. Едва прозвучал стартовый свисток, как принимающая сторона бросилась на штурм владения Александра Николаева. Сергиевцы в ответ старались сбить темп, подолгу контролируя мяч на своей половине поля и в центре. В атаку у наших футболистов идти вперед не получалось. Единственный форвард Марат Таразанов терялся в гуще защитников соперника. Полузащитники сильную помощь товарищу по команде не оказывали. К 10-й минуте преимущество желтых стало вырисовываться отчетливее, а на 13-й Ника добилась успеха. После розыгрыша стандартного положения мяч отскочил к футболисту хозяев, и тот пробил сильно и точно. На достигнутом хозяева решили не останавливаться, выдержав всплеск активности со стороны нашей команды, который мог привести к взятию ворот. Но Марат Таразанов не попал по мячу, Ника организовала второй гол, и снова результат принес стандарт. На сей раз игрок хозяев, выпрыгнув выше всех, отправил мяч в девятку. Начиная с середины тайма, преимуществом уже завладели Сергиевцы. Отступать нашей команде было некуда, и подопечные Евгения Кузнецова начали наседать, загубив несколько хороших моментов. Оборона Ники не выглядела непроходимой, но удача в паре моментов была явно на стороне желтых. В конце тайма сергиевские защитники упустили сразу двух футболистов соперника, и счет стал 3-0. Именно третий мяч в этом матче можно считать переломным. После перерыва наставник гостей выпустил на поле необстрелянную молодежь, которой необходимо было до финального свистка почувствовать порох больших турниров. Новички не подкачали, временами демонстрируя неплохую игру. Тащил команду и галкипер. Александр Николаев был настоящим героем этой встречи, отбив пенальти и выручив еще в ряде эпизодов. Ника забила под зоны встречи один мяч, а вот Сергиевск свой шанс упустил. Итог 0-4. Разгромное поражение нашей команды. Следующий тур состоится 26 мая. Футбольный клуб Сергиевск на своем поле сыграет с щелновершинским металлистом, который в нынешнем сезоне еще пока не проигрывает. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». На этом наш выпуск завершен. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. Удачи и до встречи. Завтра 22 мая на территории Сергиевского района ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 20%. Ветер северный 3 метра в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова